сегодня просто развлекательный день живая музыка делает настройку сейчас живая музыка вот пожалуйста беленькие стульчики расставлены укрытия такие палаточки от солнышка детские развлечения здесь различные не знаю к чему это все приурочено но очень организованно очень организованно все Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Многие пишут Налила кофе в чашечку ДимаTorzok 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 И это очень полезно, я уже рассказываю, почему молоко полезно, да, почему кофе полезно, все это знают уже. И я показываю еще свое дополнение, то есть небольшие кусочки сыра и сливочного масла обязательно, то есть жиры. Здесь у меня маслины, растительные жиры, в киви у меня орешки грецкие, ну мне ближе грецкий орех, я без понтов. Вот это кешью, я без понтов, наш региональный грецкий орех. Покупаю у бабушек свеженький этого года, а вот эти орешки, которые на раскладках, и здесь в Турции тоже самое, неизвестно какой пятилетки. Я знаю, у кого я купила свеженький орех, все, то есть жиры обязательно с утра, белки и жиры. Кто-то скажет, я еще позволяю себе шоколад, немножко позже, как перекус, сладкие фрукты, так вот. В первой половине дня вы не должны есть сладкое, в первой половине дня, потому что вы будете желать сладкое повторить. Вы должны насыщаться чем? Не кашей, не булкой, не сладкими фруктами. Вы должны есть, принимать такие калории, которые имеют ценность. Вот я съела ценные калории, сливочное масло, совсем немножко, мне 50 грамм сыра, то есть я насытилась. Почему? Потому что там ценные пищевые калории. Нужно не урезать калории, а повышать ценность калорий. И вас не будет тянуть на сладенькое. Вот сладенькое, вы не насытились. Поэтому вы хотите сладенький фрукт. Во фруктах нету витамин в большом количестве, абсолютно. Там фруктоза. Вы хотите сладкого. Признайте себе в этом. Насыщайтесь хорошими, ценными калориями. Калории не урезаем, а повышаем ценность калорий. С утра съели сливочное масло, немножко сыра, все, мы насытились. У нас даже вот здесь нету мысли о сладком. То есть гормон норадреналин не заблокирован инсулином, и у нас светлые мысли. Мы хотим работать, мы хотим действовать, мы хотим учиться, мы хотим думать, мы хотим делать новенькие видосики. И мы знаем о чем, потому что у нас светлые головы. Вы поняли, о чем я каждый день напоминаю? Напоминаю. Каждый день напоминаю об этом и буду напоминать. Это очень правильно. Начинать свой день только с белкового завтрака. Возможно, у кого-то завтрак, да? Кусочек сыра, яйца, творог, завтрак белковый. Ну, если хотите уже поесть в обед, то можете позволить себе зерновые перлонку, альдента свареную, или даже зеленая гречка. Так, об этом напомнила. Не возвращаемся. Дальше. Я сейчас хочу отойти немножко к витамину-териегормону Д. Вот сейчас массово, везде говорят все, ну просто массово, что мажор, просто мажор сейчас это витамин-териегормон Д. Нам скорее не хватает не так витамина, как нам не хватает, знаете чего, подумайте, нам не хватает правильных жиров. Да, нам не хватает правильных жиров. Вот давайте подумаем, как называлось лекарство в 30-е и 40-е годы от остеопороза, не путаем, не остеохондроз, от остеопороза, как называлось лекарство, я молчу, думаем. Ну что, придумали, как называлось лекарство в 30-е и 40-е годы от остеопороза? А? Шумно немножко. Называлось это лекарство сливочное масло, люди. В щакре. В щакре. Машинка проехала, рон там. Называлось лекарство сливочное масло. Да-да, сливочное масло от остеопороза. А сейчас мешок химии пропишут. Раньше у людей была острота мышления. Люди же ели правильные жиры. Да, острота мышления была. Люди занимались исследованиями на мышах. А сейчас массово все нутрициологи. Жиры нельзя, это очень вредно. Нутрициологи советуют есть зерновые гречку с белком. Нутрициологи советуют. Они даже не знают, что гречка имеет такие вещества, которые выводят часть белка. Нутрициологи не знают. Обалдеть. Поэтому люди сейчас не имеют остроты мышлений совершенно. Никаких исследований сейчас не проводится. Это было раньше, раньше. Вот давайте возвращаться назад, к той науке, когда люди занимались наукой. Наукой. Они придумывали от фонаря. Потребность сейчас у нас не в маргарине. Сейчас у нас продукты все знаете как. Сегодня прекрасная масса. Ой, такой классный. Новый производитель. Через два месяца это маргарин. То есть этикеточка та же, а срединка, внутренность совсем другая. А нам нужна матрица. Маргарин матрицу не имеет. Нам нужна матрица. Где больше всего витамина Д? В каких жирах? Масло. Сливочное масло имеет больше всего витамина-гормона Д. Масло. Жиры. Животные жиры. Нам нужна матрица. То есть витамин Д, А, Е и так дальше. А сегодняшние продукты этой матрицы не имеют. Поэтому нужно искать хороший кусочек масла. Настоящий. Больше всего витамина Д где? Масло сливочное. Животные жиры. Не оливковое масло и не льяное масло, которое моментально окисляется. Вот кто-то говорит, как вы относитесь, как? Плохо. Не знаю. Есть ли оливковое масло? Извините. Есть ли оно и масло, то небольшой флакончик, потому что открыли бутылочку, оно окисилось. Все, приехали. Оно окисляется. А витамин Д это сливочное масло. Раньше настоящие же были продукты, правда? Съедал человек кусочек масла, все, насыщение какое было. Съедал две ложки жирной сметаны. Кстати, витамин Д это жирные сливки, сметана настоящая и сливочное масло. Потом только творог и аж потом идет молочко. Раньше даже люди говорили, ой, коня на скаку остановит. Боже мой, это же не просто так придумали. Вы вообще представляете, что такое на ходу остановить коня? Это же не просто так придумано. Это какая сила была у человека, какое питание было. Он же не на травке, муравке имел это питание, ел брокколи, да? Когда это раньше росло? Брокколи, да? Кто проращивал пшеницу, зерно, какая-то еще там капуста? На таких продуктах силы не будет. Сила это животные жиры. Бежит такая махина, лошадь, которая в несколько раз больше вас, и человек ее останавливает. О чем это говорит? Люди питались правильными жирами. Они насыщались, они развивали свое тело. Каждая клеточка нашего тела состоит из белковой структуры. А нас массово присаживают сейчас просто на растительные масла, какие-то там кокосовые. Нутрициологи нам советуют кокосовое масло. Нас присаживают на травку-муравку. Да вы что, это же можно потерять свое здоровье. Гормонов не будет, если сидеть без жиров. Гормоны это жиры. Жирорастворимые гормоны какие? Гормон Д, гормон, даже не витамин. Витамин А, витамин Е, К, это жирорастворимые витамины. Нам нужно обязательно принимать животный жир, обязательно. Мы не потянем на растительном жире, на орешках, мы не потянем. Да, там есть растительный жир, но никогда растительная пища по своим биологическим ценностям не заменит и не будет сильнее животной пищи. Никогда. Вот это то, что присаживают всех на животный жир, кокосовое масло. Пророщенный росточек, пшеницы, брокколи, шпинат. Фейк. Не потянем. Знаете, сдуемся, как вот этот шарик. Надули, а поток сдулся. Бедненький, несчастный. Нам нужно принимать животные жиры, а именно сливочное масло. Качественное, конечно. Ну так как мы с вами употребляем сливочное масло по утрам, каждое утро небольшое количество сливочного масла. А витамин Д это что? Сливочное масло. Вот буквально пару слов о витаминах. В 1900-х годах были открыты витамины. А, В, С и витамин Д. Вот назвали четвертый витамин буковкой Д. Раньше же были ученые, не нутрициологи, а ученые. Проводилися различные эксперименты над животными. Мыши прекратили кормить животных жирами. Внимательно слушайте. Оказалось, что возникает состояние, похожее на остеопороз. Остеопороз, не остеохондроз. Остеопороз. Оказывается, ученые узнают, что в жирах находится такое вещество, которое держит весь опорный аппарат. Кости, мышцы. Вот это вещество все держит. И определяют, что это витамин Д. Витамин Д. И вот под этой буквой Д скрывается не только витамин Д, а витамин Д. Два. Два витамина Д. И Д3. И у этого витамина структура стерола. То есть это гормон. Мы обязательно должны с вами принимать жиры. Мы категорически должны принимать с вами жиры. Потому что это качество нашей костной ткани. Без жиров что с нами будет? Остеопороз. У нас массовый будет остеопороз. А нам всем убирают жиры. Вам нельзя жиры. Мы разваливаемся, ходим. Вы посмотрите на наших стариков. Все с палками ходят. Жиры нельзя. Жиры убрать. Гастроэнтеролог. Жиры убрать. Кардиолог. Жиры убрать. Да все. Жиры убрать. У нас опорно-двигательный аппарат уже не существует. Как мы вообще ходим? Жиры не принимает никто. Растительные жиры присаживают на кокосовое масло. Они не дадут. Они не имеют тех молекул. Не дадут нам витамина D. Вот этого вещества. Хорошего, классного гормона. Растительные жиры нам не дадут. У нас с вами будет просто ущербный наш костный весь вот этот опорный аппарат. Ущербный. Наши мышцы, наши хрящики. Мы не потянем на растительных жирах. Как будет усваиваться? Кальций, фосфор. Нужны нам жиры. В тонком кишечнике ничего не будет усваиваться. И будет еще нарушена слизистая кишечника. Иммунитет будет нарушен. Нам запрещают жиры есть. Люди. Это ж надо. Но трецеологи все. Массово. Допустим, высокий холестерин. Ну, считается нашими людьми. Врачи говорят, если у вас 6,5, 7. Что вы? У вас высокий холестерин. Семерка. Это смертеподобность сейчас говорят. А советская норма. Советская норма холестерина. 7, и 7. Забейте в гугле, посмотрите. 7, и 7. Нет, сейчас, наверное, так. Искусственно вот это все делают. Чтобы присаживать людей на фарму. На статины. Работать на аптеку. Убирают жиры. Ай, у вас семерка. Все жиры исключить. У человека падает, разрушается полностью иммунитет. Опорно-двигательный аппарат. Гормонов нет. Нарушается полностью все. Эндокринная система нарушается. Половая система, гормон, прогестерон, эстроген, тестостерон. Убирают жиры. Это тренога. Б, Ж, У. Возьмите ногой, выбейте одну ножку, третью ножку. Свалится. А пора свалиться. Так точно и мы. Иммунитет упадет. И будет привет семье. Нельзя убирать жиры. Жиры это витамин D. И вот как раз витамин D нам помогает очень даже худеть. В стране. Вот гепард, да? Стройный такой. Он бежит со скоростью 160 километров. Его не догонишь. Вы попробуйте тете Оле, тете Нине сказать. А ну пробежися. А ну пройди быстро. У нее 120 килограмм веса. Как? Она не сможет. Она не сможет. Витамина D точно нет. Но нехватка во всяком случае. Нехватка витамина D. Так вот, один из факторов, который позволяет улучшить выработку, работу витамина D, как и всей жирорастворимой группы и помогает сохранить здоровые наши суставы, опорный наш аппарат, наши мышцы, наши хрящики. Это умение не нарабатывать массу тела. Вот кто хочет по стране, думайте, нужен витамин D. Нужны жиры. Правильные жиры. Это вам поможет по стране. Посмотрите на живые примеры. Люди принимают жиры. У них нормальный холестерин. Холестерин это углеводы, это сахара. Вот это бляшки, это все делают не жиры. 80% холестерина синтезируется нашим организмом. И только 20% мы получаем из пищи. Мы едим очень много углеводов. Мы не съедим много жира. Вы не переедите этого сала. Это все делают углеводы, холестерин. Мы обязательно должны принимать жиры. Правильные жиры. Система Симашка. 20 грамм сливочного масла. Постарайтесь находить хорошее, качественное масло. Не жалейте денег. Это бюджетней, чем покупать вот этот продукт. Фальсификат. Фальсификат. Поэтому находите хорошее, качественное сливочное масло. Кусочек сала. Вот это будет польза. Мы с вами будем быстрее и стройнее. Вы посмотрите. У меня постоянно сливочное масло. Посмотрите на мой вес. Сколько людей пишут. Начали есть эти малыши. И вес начал радовать. Ну вот, немножко с вами сегодня пообщалась. Такая неплохая тема. Кому-то напомнила, кто-то не знал. Но все равно так с вами и развиваемся. Мне интересно. Вот такая познавательная тема. Я всегда что-то нахожу для себя. А с вами поделюсь. Может быть, кому-то будет это интересно. Тема не вот нутрициолога, а химико-биолога, которому уже за 80 лет умнейшего человека. Ну все, с вами пообщалась. Мои хорошие, любите себя. Любить себя это сложно. Это запрещать себе то, что вас может испортить. Это в первую очередь запрещайте себе то, что вас может испортить. Мне пишут, я так люблю суп с лапшой. Может быть, можно немножко? А я обожаю, обожнюю киевский торт. Но я не помню, когда я его ела. Вот так. Запрещайте себе то, что вас может испортить. Обращайте на свои тарелочки внимание. Думайте, что, чем и когда нужно есть. Ведь мы с вами себе и доктора, и премьер-министры. А вас никто не позаботится. Только вы сами любите себя. Любить себя это классно. До встречи.